Всем привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, 20 мая 2024 года, и сегодня я хочу рассказать вам опять одни из последних новостей, которые происходят в Великобритании и которые связаны с королевской семьей. Вчера один из журналистов, ведущий колонку в Daily Mail, Ричард Иден, написал о расцвете Роуз Хенбери при дворе королевы Камилы. Пока ее подруга Кейт, принцесса Уэльская, отсутствует в общественной жизни, леди Роуз стала играть более заметную роль в королевской жизни. Она очень сблизилась с Камилой. В прошлые выходные маркиза Роуз была запечатлена с королевой в бадминтон-хаусе, где они присутствовали на соревнованиях по верховой езде. Похоже, роялистским СМИ дали задание потихоньку приучать общественность к мысли о том, что теперь на королевских мероприятиях маркизу Чамли будут видеть часто. Королевский эксперт Ричард Иден выдал статью о том, что Роуз теперь является, официально или нет, не ясно, одной из приближенных к Камиле придворных дам, и что королева выбрала момент открыто приблизить ее к себе, когда Кейт перестала появляться на публике. Впрочем, принцесса Уэльская отсутствует уже почти полгода, и Камила воспользовалась этим, чтобы выделить Роуз заметную роль при дворе. В среду Роуз снова была замечена на мероприятии, на котором присутствовали Карл и Камила, служба посвящения в орден Британской империи. Роуз была там со своим мужем Дэвидом, он же маркиз Чалмандалей, и он же лорд короля Карла, должность, которую король дал ему в прошлом году. Интересно также, что сын Роуз и Дэвида, лорд Оливер Чалмандалей, также был выбран проводить королевскую процессию на службу и обратно. Оливер также был одним из пажей на коронации, как и принц Джордж. Журналист обратил внимание еще и на то, что Роуз была на этом мероприятии в той же шляпке, что и Кейт когда-то. Ну и здесь мнения общественности разделились. Некоторые считают, что ничего особенного здесь нет, потому что королева очень любит Роуз, поскольку та является еще и подругой ее дочери Лоры Паркерл Боулс. К тому же есть информация, что Роуз также приходится дальней родственницей Камилы. Так что с маркизой Чамли у нынешней королевы давние и тесные связи. Не то, что с Кейт, которая в среде королевских аристократов является человеком случайным. И тот факт, что Камилу больше устраивает Роуз, нежели Кэтрин, которую она к себе никогда и не пыталась приблизить, не вызывает удивления. Ну а некоторые, конечно, связывают появление леди Роуз при дворе именно с именем Уильяма. Хотя надо сказать, что Камилла, когда стала королевой, она приблизила всех своих родственников ко двору. Ну, в общем-то, что и понятно. И Камилла приблизила не только свою дочь и сына от первого брака, но также и своего первого мужа, лорда Паркер Боулс. А король Карл Третий во всем слушает свою жену Камиллу. Он и раньше ее слушал всегда. А теперь, после того, как он узнал о своем страшном диагнозе, он прислушивается только к советам своей жены Камиллы. И вот, в отличие от Камиллы, король Карл Третий сейчас вообще не общается со своими детьми. Он отдалил от себя полностью принца Гарри, как вы знаете. Когда Гарри в очередной раз прилетел в Лондон на мероприятие и попросил своего отца встречи, король Карл, сославшись на болезнь, отказал Гарри. Да и своего старшего сына, наследника принца Уильяма, король Карл как-то тоже в последнее время не очень привечает. Некоторые говорят, что король хочет внимания только к себе и к своей персоне, потому что править ему осталось совсем недолго. Ну и он уже устал быть на вторых ролях всегда. И принцем Чарльзом он был, конечно же, на вторых ролях после своей матушки Елизаветы II. Потом он, когда женился, принцесса Диана полностью завоевала любовь британской публики. А принц Чарльз был в немилости из-за своего романа с Камилой. Ну а теперь, когда он стал королем Карлом Третьим, он, конечно же, хочет быть первым. Кстати, говорят, что вот и Камилу-то он выбрал, потому что она уж не такая красавица, чтобы оттягивать внимание на себя. Ну а мы вместе со всем миром продолжаем наблюдать за тем, что происходит в британской монархии. И говорят, что постепенно приходит конец британской монархии. И вот этот вот упадок и полностью развал, который происходит сейчас. И то, что случилось с Кейт Миддлтон. И вот эти вот проколы королевского двора, которые не могут объяснить до сих пор отсутствие принцессы Кейт. И чем больше они все это скрывают, тем больше слухов отовсюду. И вот многие спрашивают, многие интересуются, а почему же никто из семейства Кейт ничего не скажет? Наверное же, они что-то знают. А почему ее друзья молчат? Так вот, я хочу вам сказать, что здесь строжайший такой стоит запрет на все, что касается состояния принцессы Кейт Миддлтон. Говорят даже, что ее отец, когда у него брали в последний раз интервью, он был очень расстроен, очень опечален. И когда спросили о том, что происходит с его дочерью, как ее состояние, он сказал, что я, конечно, в курсе, но я не могу ничего сказать, пока не будет разрешения об этом королевской семьи. Как сказала одна из британских журналисток, здесь такое свирепство демократии и свободы слова, что теперь уже это стало напоминать Северную Корею. А вы что думаете, друзья, по этому поводу? Хотелось бы услышать ваши комментарии. И, пожалуйста, поддержите меня лайком, если вам понравилось видео. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Ну и по скриптам я нашла для вас несколько фотографий, наверное, для вас будет интересно. Вот это вот как пробовали Вильям и Кейт свою свадьбу в других нарядах. Мне очень нравится здесь Кейт в другом платье, с другой фото и короной. И вторая, где Уильям забирает свою жену Кейт из роддома с третьим ребенком Луи. Посмотрите, как чудесно. Ну и, друзья, я хочу сказать, что мы все равно все надеемся на то, что Кейт жива, и что с ней, в конце концов, все будет в порядке. А нам остается только ждать и надеяться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok